Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас World of Warships и поговорим про крейсер Донской. С какой-то радостью, наверное, вы подумаете, чего это я вдруг решил поиграть на Донском. А дело в том, что разработчики анонсировали уже разделение ветки советских крейсеров. И на текущий момент на семерке и девятке надо набивать опыт, потому что в скором времени Москву уберут. И для того, чтобы открыть, ну, по крайней мере, пока что новую десятку, а также восьмерку в альтернативной ветке, нам необходимо на Донском иметь 250 тысяч опыта, ну, а, соответственно, на советской семерке где-то в районе 150 тысяч, для того, чтобы, как только ветка станет доступна, сразу же выкупить эти корабли, а не качать именно после выхода. Поэтому, если вы интересуетесь именно разделением ветки, то на семерке и на девятке сейчас необходимо набивать опыт. Также, вроде как, перед выходом надо продать Москву, если ничего не поменяется, и ее снова вам начислят, в результате чего вы получите порядка 9 миллионов кредитов, что поможет вам потом выкупить новую десятку. Но, опять же, это по условиям компенсации на текущий момент. Ну, а что, собственно, по Донскому? Что сейчас он из себя представляет в рандоме? Дело в том, что, когда я на нем играл, у меня на нем достаточно-таки посредственная статистика, где-то было в районе 65 тысяч среднего урона, и как-то при выкачивании в Москве, не знаю, я на нем играл достаточно-таки плохо. Вот. И, честно говоря, после того, как я выкачал Москву, я на Донской садился очень редко, обычно на стримах, когда меня просили его выкатить, потому что Донской не относится к каким-то таким любимым моим кораблям, и я за него садился с большой неохотой. Честно говоря, уже про этот корабль забыл, и почему-то мне казалось, что нагиб на нем не будет особо у меня идти. Может быть, из-за плохой статистики, которую я видел по этому кораблю, но кораблик превзошел все свои ожидания. Дело в том, что нагибчик на нем пока что идет каждый бой. Не знаю, как я умудрился на нем набить 65 тысяч среднего урона, сейчас обычно бои получаются далеко за 100 тысяч. Может, не знаю, ли я тогда побыстричку выкачал, может, где-то на работе играл, фиг его знает, как на Донском такое получилось. Потому как кораблик, как по мне, обладает большим количеством на текущий момент плюсов. И давайте как раз про плюсы и минусы данного корабля поговорим. Ну, наверное, во-первых, все знают, что сейчас в рандоме имбуют крейсера, потому что все горят, всех поджигают. И многие люди говорят, что лимкоры сейчас не очень там играбельный класс. И вот, поиграв на Донском, я это почувствовал. Потому что, действительно, от Донского, по крайней мере, у лимкоров, я думаю, подгорает очень сильно. Во-первых, конечно, первый плюс это то, что это девятый уровень. Наверное, все знают, что я к девятым уровням отношусь достаточно-таки хорошо. Потому что эти корабли не бывают внизу списка. С нынешним балансером мы, ну, в худшем случае попадем к десяткам. И то, скорее всего, где-то 50 на 50 процентов. То есть, редко случится так, что вы единственная девятка в команде из десяток. Скорее всего, это будет либо половина девяток, либо половина десяток. Или вообще там еще и будут присутствовать восьмерки. Ну, а покуда Донской по своей огневой мощи и живучести не очень-то сильно отличается от некоторых десяток, то и чувствует он себя с ними достаточно-таки хорошо. Ну, а в большинстве случаев вы будете играть либо полностью против девяток, либо и там будут семерки, восьмерки. Ну, а когда вообще такой расклад, то есть вы в топе списка и у вас целая куча корма, то Донской себя раскрывает во всей красе. Так что его именно уровень, я считаю, что, ну, девятый уровень это один из наиболее таких сбалансированных и интересных для игры нагибы, так как можно подогибать в том числе и восьмые и седьмые уровни, которые намного слабее, чем мы. Далее это наше вооружение. Советские 180-ки, у нас их целых 12 штук. У нас отличная советская баллистика, 920 метров в секунду. Ну и, конечно, это позволяет нам вполне комфортно закидывать даже на большие дистанции. Покуда мы девятый уровень, мы можем наш главный калибр уже улучшить при помощи шестой модернизации. И здесь мы либо ставим досылатель, если вы любите играть на более коротких дистанциях, и тогда у нас перезарядка получается в целых 10 секунд. Либо, как я, ставите модуль на дальность, в результате чего дальность получается свыше 20 километров. Правда, перезарядка 12 секунд, но зато, как по мне, большие цели в наш радиус доступа. И как раз, как по мне, это где-то 50 на 50, где-то компенсирует именно нашу скорость перезарядки, потому что мы можем достать более дальние цели. Снаряды, как вы видите, летят достаточно-таки точно. То есть, ну, проблемы с точностью я на Донском не заметил. Если говорить про наши фугасы, то, опять же, поджигают данные фугасики очень хорошо. И даже в тех боях, когда, скажем так, ВБР по поджогам не на вашей стороне, все равно поджоги заходят вполне себе нормально. А если еще и балансер на вашей стороне, ну, точнее, рандом, то вообще почти каждый залп ваших фугасов будет приносить вам пожар. А иногда бывает и несколько пожаров. И получается, что вы, в принципе, и то же самое стихийное бедствие на Донском можете вполне себе получать. Единственный минус, это, конечно, бронепробитие наших фугасов. Почему-то советский фугас с калибром 180 мм пробивает 30 мм брони без инерционика. Ровно столько же, сколько и 100 мм фугаса Кидзуки. Ну, видимо, разрабы просто хотели сделать игру про эльфов, но почему-то вместо эльфов поставили кораблики. Другим эльфизм этот не объяснить. Ну, в общем, с бронепробитием, конечно, для такого калибра, да еще и советского фугаса у нас не очень хорошо, но все остальное у нас вполне себе нормально. По фугасам поджигают, дамажат, но из-за такого бронепробития, особенно без инерционика, частенько бывают непробитием. Бронебойные снаряды здесь тоже хороши. Если вы подловили вражеский крейсер в борт, особенно на короткой дистанции, то, конечно, урон будет вполне себе существенный, и цитадели мы можем выбивать даже на коротких дистанциях с линкоров. Но, так откровенно говоря, конечно, дамажечка на Донском скапает потихоньку. То есть какие-то суперзалпы там по 20-30 тысяч урона, это, по крайней мере, у меня редкость, потому что я играю дистанции, и в большинстве своем наш урон где-то накапливается потихонечку. То есть там подожгли, там прямой урон, и для того, чтобы набивать именно хорошие цифры урона за 100 тысяч, надо как можно дольше жить и стрелять. Ну, а для этого я как раз и брал модуль на дальность, для того, чтобы держаться подальше от противника, чтобы по нам реже попадали. Ну, и, понятное дело, модуль на дальность позволяет нам накидывать, накидывать и накидывать весь бой по противнику, благодаря чему, в принципе, домашка, если вы долго живете, нормально собирается. Также у Донского есть торпедное вооружение, советские 8-километровки, 5-трубные торпедные аппараты, что позволяет вам на сближении достаточно-таки неплохо нанести урон по вражескому линкору, если он фуловый. Ну, а если он не фуловый, то 5 торпед, способные в том числе в вражеский линкор или любой другой корабль на сближении, достаточно-таки уверенно забрать. Так что торпеды, конечно же, здесь тоже не будут лишними. Ну, и у нас присутствует ГАП, РЛС, так что по расходникам здесь все замечательно. И эсминцы можно высвечивать, торпеды. В общем, для борьбы с какими-то инвизниками стояло он в дымо, в Донской тоже хорошо подходит. Из минусов это его, конечно, маневренность, хотя ее можно улучшить при помощи двойных рулей, но тогда у нас маскировка будет целых 14 километров. Ну, и второй момент, что на Донском плохого, это наши, конечно, габариты. Корабль достаточно большой, плюс высокая цитадель, и если уж мы повернулись противнику бортом, то, скорее всего, нас очень неплохо отоварят по нашей цитадельке. Поэтому надо играть очень осторожно. Брони на этом корабле не так уж и много. Конечно, есть какие-то даже носовые кормовые бронепоисаж в 35 миллиметров, но на особенно топовых уровнях надеяться на нашу броню особо не стоит. Плюс из-за габаритов, конечно, попасть в нас достаточно-таки легко. Если подвести итог на данный момент по данному кораблю, то Донской мне очень зашел. Не знаю, почему я так особо не играл на этом корабле, но сейчас придется отыграть где-то там 30 боев, я думаю, 40. В зависимости от того, как опыт будет капать, чтобы набить на нем 250 тысяч, для того, чтобы выкупить десятку. И пока что каждый бой Донской радует. То есть урон за 100 тысяч обеспечивает практически в каждом бою. Так что играйте на данном корабле. Я думаю, что если вы будете осторожно играть на нем от дистанции, то хороший урон, нагиб вам обеспечен. И, в принципе, кораблик до сих пор актуальный, несмотря на то, что его ввели давно, но, по крайней мере, урон набивать он точно способен. А в некоторых боях, в зависимости от ситуации, на нем можно достаточно-таки еще и неплохо затащить и помочь своей команде.